98 населенных пунктов Кустанайской области находятся в зоне возможного подтопления. В регионе продолжают готовиться к предстоящему паводку. Выпавшие этой зимой обильные осадки и большое количество запасов влаги в снеге не позволяют спасателям делать благоприятные прогнозы. С этим не спешат и их коллеги из соседней Челябинской области. В приграничном с Казахстаном регионе Российской Федерации пик паводка ждут в начале апреля. Мой коллега Артем Грапов продолжит тему. В этом году в Челябинской области в зоне возможного подтопления находятся 42 населенных пункта. Большая их часть расположена в Брединском, Варнинском и Троицком районах. Это приграничная с Казахстаном территория. Там протекают сразу несколько рек, через которые в случае резкого таяния снега в Кустанайскую область может прийти большая вода. Половодье здесь традиционно начинается в конце марта, а пик паводка приходится на первую декаду апреля. Зима тут была достаточно теплая, осадков выпало много. Впрочем, какой-то явной угрозы российские спасатели пока не видят. Обстановка на уровне среднемноголетних показателей где-то ниже. Но осадки выпали за день месячная норма. Какие осадки будут в марте, сейчас сложно предсказать. То есть если снега будет много, то рисков будет больше. Если весна будет дружная, рисков будет больше. По Тоболу с Оренбургской области и с Челябинской области в Верхний Тобол ожидается поступление в среднем 200 миллионов. По Аяту с Челябинской области, со стороны Варваринки, Варны Челябинской области поступление ожидается в среднем 140 миллионов. 340 миллионов кубометров. В Куснайском филиале Казводхоза этот объем воды называют средним. Его водохранилища примут без проблем, говорят специалисты. И почти столько же останется в резерве. Несмотря на это и казахстанские, и российские спасатели не расслабляются. Кстати, взаимодействуют они уже много лет. Наш центр управления в кризисных ситуациях, который дежурит 24 часа в сутки, 365 дней в году, в случае ухудшения обстановки максимально быстро доводит до коллег оперативную информацию. И уже вместе в случае ухудшения обстановки мы будем принимать те или иные управленческие и оперативные решения. Под угрозой подтопления в Куснайской области остаются 98 населенных пунктов. Высота снежного покрова в среднем по региону достигает 25 сантиметров. Это выше показателя прошлого года. Отмечают специалисты и большой процент влагозапаса в снеге. Мы прогнозируем, что у нас подтопления возможно будут у нас в Карасусском районе, Узумкольский район, Саракольский, Ауликольский, Наурзумский, где много снега на сегодняшний день. Работы, конечно, по подготовке проводятся, но все будет зависеть от осадков. В этом году на водоемах области взорвут почти 60 тысяч кубометров льда. Это вдвое больше прошлогоднего объема. Поводкоопасные участки будут рыхлить на реках Табол, Аят, Тюмтюгур и Карасу. Артем Грапов и Сергей Тротенберг, Хабар 24.